Всем привет, с вами Трестанье и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой кулон в этно-стиле. Начнем. Для работы нам понадобятся остатки полимерной глины. Я использовала остатки от кусочка с эффектом волшебства. Катаем из остатка в длинную колбаску, складываем и перекручиваем несколько раз. Прокатываем ее на пастомашине. Получаемый пласт режем пополам. На срезе видны маленькие прожилки и вкрапления. Прокатываем на меньшей толщине, разрезаем и укладываем части друг на друга стопочкой. Из шоколадной полимерной глины формируем фигуру толщиной 0,5 см. Прокатываем ее скалкой и выравниваем. Лезвием срезаем кончики под углом 45 градусов. Инструментом делаем текстуру линий. От трости отрезаем пластину и прокатываем ее на пастомашине 1,5 мм толщиной. Один край ровняем лезвием, укладываем на заготовку примерно посередине. Все выравниваем, лишнее обрезаем. Раскатываем шоколадную полимерную глину полоски. Задаем текстуру. Отрезаем нужный нам отрезок и укладываем на оставшуюся часть кулона, так чтобы линии шли вертикально. Предварительно в середину я сделала небольшую вставку, так чтобы линии шли горизонтально. Тонировка. Середину, бока и заднюю часть кулона я затонировала бронзовой пудрой. Верхнюю часть золотой пудрой. Берем спиральный концевик и вдавливаем его в кулон на месте, где будет крепление. Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания покрываем кулон лаком. Приклеиваем концевик и продеваем чокер. Готово! Вот такой кулон у нас получился. Вы смотрели мастер-класс кулон в этом стиле от Тристания? Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok